Сегодня опять китайская кухня. Будем готовить одно из популярных блюд. Тушеная свиная грудинка в соусе. Ребятки, это так будет вкусно, это так будет ароматно, что обязательно стоит приготовить. Так что смотрите, изучайте рецепт и готовьте. Поехали! Сразу ставим на плиту кастрюлю с водой и включаем плиту. Пока вода у нас закипает, подготовим ингредиенты. У меня сегодня вот такая мясная свиная грудинка. Соотношение сала и мяса здесь примерно 50 на 50. Весом она 900 грамм, но мне понадобится только 700. Потому и разрезаю грудинку напополам и нарезаю вот на такие куски толщиной примерно в мизинец. Свежий имбирь чистим и нарезаем ломтиками. Несколько ломтиков убираем для первого этапа приготовления. А остальной имбирь нарезаем соломкой. Шесть зубчиков чеснока нарезаем пластинками, не очень тонкими. У зелёного лука отрезаем белую часть. Белая часть нам понадобится для приготовления, а сам зелёный лучок нарезаем. Он нам понадобится для подачи. Тем временем закипела вода. Отправляем нарезанную грудинку в кипящую воду. Туда же отправляем имбирь, который мы нарезали кружочками и вливаем 2 столовые ложки китайского кулинарного вина. К настоящему вину это китайское кулинарное вино никакого отношения не имеет. Оно имеет слегка ореховый вкус и оно немножко солонковатое. Приобрести его можно в принципе в любой азиатской лавке. Теперь перемешиваем и варим ровно 5 минут. Затем извлекаем грудинку в чистую воду, хорошенько промываем и мясо перекладываем в дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Тем временем ставим на плиту вок. Вливаем одну столовую ложку растительного масла. Прогреваем его и отправляем в это масло грудинку. Нарезанный имбирь. Две звездочки бадьяна. Небольшой кусочек корицы. У меня настоящая цейлонская корица. Отламываю вот такой кусочек и добавляю к мясу. Также сюда отправляем белую часть зелёного лука. Обжариваем около 3-4 минут, время от времени помешивая. Затем извлекаем мясо вместе со специями. Жир, который вытопился, сливаем. В вок опять наливаем одну столовую ложку растительного масла. Всыпаем тростниковый сахар. И готовим сироп, постоянно перемешивая. Когда он станет вот таким коричневым, возвращаем куриную грудинку вместе со специями обратно. Обжариваем, хорошенько перемешивая, чтобы каждый кусочек был в этом сахарном сиропе. Запах шикарнейший! Так, готовим около двух минут. Затем вливаем полтора стакана воды. Воды должно быть столько, чтобы она как раз покрывала мясо. Также сюда добавляем одну столовую ложку китайского кулинарного вина и две столовые ложки соевого соуса. Необязательный ингредиент, но получается очень классно. Сюда можно добавить яйца. Отвариваете яйца отдельно заранее. Чистите их. И вот на этом этапе закладываете в вок варёные яйца. Повторюсь, это необязательно. Но это здорово, вкусно и необычно. Также ещё один необязательный ингредиент, это соус Хой Син. Он не острый, имеет такой сладковатый пряный вкус. Я добавляю одну столовую ложку. Теперь всё перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 20-25 минут. Затем убираем крышку. Убираем специи. Корицу, звёздочки бадьяна и разваренный лук. На их место добавляем чеснок. И теперь готовим время от времени помешивая, до тех пор, пока соус не загустеет. Как видите, лишняя влага выпарилась. Соус загустел, значит можно подавать. Повторюсь, аромат сногсшибательный! Вот так это всё выглядит. Теперь присыпаем зелёным луком. К такому мясу очень хорошо подать отваренный рис. На рис выложить это мясо и положить яйцо. Вот и всё. Как видите, это довольно-таки просто. Ну а теперь о вкусе. Грудинка получается шикарнейшая. Прям просто объедение, она буквально тает во рту с рисиков. Ну изумительно. Но мне не хватило вот немножко остроты. Ну а что нам скажет наш главный дегустатор Дина? Мне остроты как раз таки хватило. Но с первого кусочка мне показалось, что мало кислинки. Со второго кусочка я стала сомневаться в том, что кислинки мало. А с третьего я решила, что идеальное сочетание сладости и кислоты и остроты. Поэтому ни добавить, ни убавить к этому рецепту мне больше нечего. Вот я бы и готовила так, как есть. Так, как Миша показал. Ну а если любите всё-таки поострее, как я, добавьте немножко чили. И будет тогда полное счастье. Ну вот, друзья, такой рецепт. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Борн Микс